Друзья, всем доброе-доброе утро! С вами, как всегда, Алексей Крылов. Мы находимся в Турции, город Стамбул. Сегодня утро началось просто отлично. Мы с Дашей проспали завтрак. Сейчас вышли на смотровую площадку нашего отеля. Завтрак у нас до 10.30. Мы его благополучно проспали, да? Потому что путешественник должен быть выспанным. Это самое главное правило. Поэтому сейчас отправляемся в центральную часть города. Наконец-то мы увидим Собор Святой Софии, Голубую мечеть и где-нибудь позавтракаем в местной кафешке. Ну что, ты готова? И на кораблике покатаемся. Да, и, возможно, покатаемся на кораблике. Все, давай пять и пойдем. Молодец. Все, мы отправляемся наверх по вот этим маленьким турецким улочкам, где с трудом проезжает одна машина. Ну, тут как-то они припарковались, очень странно, но при этом машина здесь проезжает. Так, идем наверх. Давай руку. Ищем место для завтрака. Ну, сегодня погода, кстати, очень теплая, потому что так мы ходили в куртках. Сейчас я взял рюкзак с собой. У меня куртки в рюкзаке, ну, точнее, куртка для Даши, если что. Обычно здесь в кафешках есть турецкий завтрак. Тут прям микс у них сделан. Сейчас прошу, есть такое или нет. Короче, здесь есть такая тарелка, называется Breakfast Plate. Стоит 40 лир, это 4 доллара. Такая большая тарелка, и там микс всего есть. Это, наверное, самый идеальный завтрак. Вот, в Турции. Сейчас увидим, что это такое здесь. И, наверное, еще какой-то сок закажу для Даши. Будешь сок пить? Здесь классно они дают это, свежевожитые соки всегда. Принесли какой-то йогуртовый суп на завтрак. Это я первый раз такое вижу. Сейчас будем пробовать. Он сказал, что ты обязательно это ела. Это классный суп. Ну, в крайнем случае, я Даше помогу. Я ей всегда помогаю доесть, если она не может. Потому что я твой настоящий друг. О, принесли хлебушек. Спасибо. И здесь очень классно. У них, получается, в каждой кафешке печи стоят. Вон там вот печь, и все готовится в печи. Они очень классно делают мясо. То есть, еда в Турции очень хорошая. Мне очень нравится. Конечно, вот по приготовлению баранины, они прям вообще спецы. Короче, суть в том, что здесь они говорят, мы немножко задерживаемся. И поэтому они принесли ей суп, говорят, чтобы ребенок не голодал. Я просто думал, суп-то мы не заказывали. Потом они принесли ей такие картошку запеченную, говорит, чтобы ребенок не скучал. Вот, ей сказали, через пару минут приготовят уже. Вот такая здесь забота о детях. Так, вот принесли breakfast plate, короче, завтрак, тарелку. Мы ждали, наверное, полчаса эту тарелку. Я не знаю, почему. Здесь у нас огурец, сосиски, сыр. Ну, короче, такой микс. Вот, ну что, приятного аппетита. Ты хочешь украсть мою сосиску? Все, мы позавтракали. Сейчас иду за кофем, потому что что-то кофеек я тут не захотел пить. Вот. И будем потихоньку идти до достопримечательности. Уже 12 часов дня. А у нас только прошел завтрак с Дарьей Алексеевной. Но у нас сегодня день релакса. У нас, потому что вчерашний день был такой очень насыщенный. Мы рано проснулись. А в отеле такой завтрак, что его даже не жалко пропускать. Так, пришли мы за мороженым. Можно one chocolate? Шоколада нет? А, есть? А, нет, нет. Он или шоколад? Нет. Все, не отдаст. Попробуй забрать. Получится у тебя его взять? Да. Не, у меня не получится. Я не могу. Это же твое мороженое. Давай. Едет. Есть. Есть. Все, молодец. У тебя получилось. Так, я зайду за кофейком. Давай сюда, 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 сюда. Да. И кофейка. Так. Все. Давай сюда. Мороженое у Даши реально, кстати, очень вкусно. Его попробовал. Прям вообще класс. Понравилось мороженое? Все, взял кофеек. Даша нашла деньги. 5 лир. Как раз тебе хватит на мороженое. Все, положи в карман себе. Все, отправляемся смотреть в соборы. В общем, погода такая. В тени. Холодно. Хочется надеть куртку. На солнце очень жарко. Хочется ходить в футболке. Вот. Поэтому хожу в свитере. Чтобы и не туда, и не сюда. Сегодня прям здесь очень много людей. Очень много машин. Много полиции. Прям ходят военные с автоматами. Не знаю, то ли что-то произошло. Итак, мы живем прям в центре, в центре. Возле нас голубая мечеть. Вот она. Сейчас из-за дерева будет видна. И собор Святой Софии. Вот он. Наконец-то я их увидел. Я здесь ходил рядом. Я даже что-то даже не обращал на них внимания. Серьезно. Вход в голубую мечеть вроде бы должен быть свободен. Это самые известные символы, мне кажется, Стамбула. А когда вот смотришь картинки Стамбула, всегда видишь вот эту голубую мечеть. Собор Святой Софии. Давайте сейчас пройдем к голубой мечети. Мечеть нас не пропустили, потому что здесь идет молитва, сказали. Ну, я так понял, вот мусульман пропускают, нас не пустили. Сказали прийти немножко попозже. Ну, я говорю, а можно вот рядышком походить, посмотреть? Сказали, нет, нельзя. Там стоит полиция, причем сказали на русском языке. Вот. Ну что? Пойдем дальше, посмотрим. Я раньше думал, что здесь, в Стамбуле, одна мечеть. Вот, и ее всегда показывают. Оказывается, Стамбул это город мечети. Сюда, куда ни приди, везде стоят такие огромные, красивые мечети. Вот. Мы даже, когда ходим на базар, то есть выходим, ну, на какой-то остановке, я даже не знаю, название этих остановок, их очень много. Особенно это хорошо видно, когда мы приземлялись на самолете. И очень классно видно, когда вот мы ехали просто в отель на автобусе. И мы, то есть, это все видно, ну, когда выезжаешь на высокие точки, это прям очень красивый город. В центре отправляются вот автобусы, 55 евро стоит, получается, и 75 евро, наверное, это детский, а 70 евро взрослый. Короче, предлагают и прокатиться по Босфору, и на автобусе покатить. Все здесь прям в центре находится. Идем сюда, Даша. Раньше Стамбул назывался Константинополь. Стамбул был столицей многих империй. Вот, если смотреть, например, Турция, получается, когда была, это, Стамбул был столицей Османской империи, но уже после того, совсем недавно, в общем, столицей стала Анкара. Вот, Анкара сейчас столица Турции. Вот, ну, конечно, Стамбул, это, наверное, самый распиаренный город Турции, как мне показалось, и многие путают его со столицей. Вот, напротив Святой Софии стоит голубая мечеть. Тоже очень красивейшая, поэтому, видите, здесь все рядышком находится, и видно эти достопримечательности с разных концов города. Я не знаю, можно сейчас зайти в собор или нельзя. Сейчас очень много людей здесь. Сегодня прям какой-то день. Давай, я тебе помогу перелезть. Так, сфотографируем Дашу. Солнце светит, да? Остановись, стань сюда поближе. О, отлично. Смотри на меня. Класс. Супер. Отлично. Хочешь мои очки одень в очках? Давай. Держи очки. Одевай. Я брал Дашу на очки, но я их забыл. О, супер. Смотри, как классно, да? Давай. Давай. Потому что так солнце ярко светит. В этой поездке я, наверное, не буду ходить по каким-то экскурсиям. Потому что для меня просто было интересно приехать в Стамбул. Я подумал, чего сидеть дома, если можно сюда приехать с ребенком, погулять. Тем более, чтобы он увидел своих бабушек, бабушку и дедушку. Вообще, это они собрались сюда ехать. А я подумал, что бы мне за компанию сюда не подъехать. Вот. Они сегодня целый день на шопинге. Поехали выбирать себе какие-то кожаные куртки. Вот. А мы с Дашей, поскольку рядышком здесь живем, то мы решили просто выйти погулять и все. Наверное, заходить вовнутрь мы не будем. Это уже, наверное, как-то в следующий раз. Может быть, мы с Дианой приедем. Потому что это надо долго-долго ходить, смотреть, слушать. А сейчас вот просто интересно погулять. По городу посмотреть, что здесь, как здесь. Для меня даже интересно, знаете, вот просто поездить в метро. Вот в Стамбульском. Просто посмотреть, как живут местные. Вот. Походить там по жилым районам тоже как бы. Потому что это новый город. Поэтому для меня в поездках интересно все. Здесь на каждом шагу готовят кукурузу. Так, кукуруза здесь стоит по 5 лир. Кост-де-мессир. А каштаны стоят 15-30 лир. Здесь 5 лир? Хочешь кукурузу? Да. Как раз нашла 5 лир. Да, как раз нашла 5 лир. Ну как, вкусная кукуруза? Ой, все. Давай не будем ее поднимать. Дай. Новую купим. Есть примета. Если упала кукуруза, это значит покупки новой кукурузы. Вот. Пришлось даже купить новую кукурузу. Здесь очень красивые коты. Они такие огромные. Смотри, этот кот вообще. Этот с бантиком, да, кот? Красивый? Только не трогай коты. Да, а то он может укусить. Это нам продвец говорит. Поцарапать. Это так, поцарапать. От десяти неприят. Добрыйaga. Это выводит. Хотит Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот мои родители живут вообще рядышком У них даже завтраки на вот эти все достопримечательности Здесь еще продают классные бублики Так, они обычно по 2,5 лиры здесь О, их даже намазывают маслом, я про это не знал Мы, возможно, еще вернемся в Голубую мечеть Сейчас пойдем что-то вкусное съедим, да? Здесь, короче, есть такое место И мне сказали, там вкуснейшие национальные десерты делают Сейчас мы туда сходим На каждом шагу делают донор Цены примерно доллар-два на него Не знаю, но мы, наверное, сейчас по десертику съедим какому-то А время донора будет у нас немножко позже Итак, здесь просто рай Смотрите, какие шоколадные торты Так Давай, заходим дальше Турецкие сладости Волосяночка с фисташками Давай даже выберем стол себе, куда мы сядем И здесь официанты приносят Так Не знаю, давай туда сядем, да? Выбираем, что мы здесь будем есть Но тут цены, конечно, смотрите, один десертик в районе 4-5 доллара стоит Но сказали, очень вкусный А? Это как пудинг, наверное, шоколадный такой вот торт А есть, смотри, шоколадный с этими, с клубникой Сейчас мы что-то выберем, и я скажу, сколько это все стоит Дай! Даша вообще интересен планшет Все, посиди, отдохни немного Так, сейчас выберем что-то вкусное Так, смотрите, Дашу я взял, ну, точнее, она сама захотела, она выбрала клубничное желе Вот, а внизу там шоколад какой-то А я себе взял какой-то шоколадный пудинг Еще попросил, чтобы мне принесли чай Ну вот, кофеек, я уже пил сегодня А мне кофеек А? Нет, я могу тебе еще чай заказать Хочешь чай? Или будешь мой пить? Вкусное желе? Еще чай Если ты скажешь, что его не будешь есть Обычно так же происходит Даша заказывает, говорит, я это и не буду, и мне приходится две порции съедать Вкусное? Да Давай Своё я что Да, и так я своё и хочу съесть Так, пробуем чаек Чаек очень классный Супер Такой, какой надо Но он горячий, горячий Подожди, остынет, потом попробуешь Что хочу сказать Это Очень классный десерт Мне прям Очень понравился И мне Даша говорит, ей тоже понравился Классный? Хочешь, ты мой попробуй, а я твой То есть ты хочешь Поменяться? Нет А, просто попробовать? Да А если мой, кажется, вкуснее, чем твой То ты мой заберешь? Нет? Ну давай, пробуй Вкуснее, он с клубниками Давай, пробуй У меня просто очень вкусный Классный? Не вкусный? Да ладно, не вкусный Он очень вкусный Ну дай тогда твой попробую Что же у тебя за десерт Это вкусный? Классный десерт Мой вкуснее Нет, мой вкуснее Нет Нет, мне показалось Мой вкуснее Нет, мой Итак, счет за эти два десерта И чай составил 64 лиры Это 6 долларов 40 центов Чтобы было понятнее Вот, сейчас уже лира, повторюсь 10 лир 1 доллар Ну так, 9.70, 9.80 Вон так Около десяточки В общем, Даша не доела свой десерт Вообще, то есть Я его То есть она начала его есть И не доела А мой десерт просто был вкуснее Если бы был твой вкуснее Ты бы его съела бы Правильно? А? Да? Мой вкуснее был? Так что мой десерт был Все-таки вкуснее Все Выходим в свет Выходим в город Давай даже сходим К мечети с тобой Посмотрим Может она уже открылась Давай ручку Я смотрю Убрали уже вот эти Ограждения железные То они здесь стояли Уже и поехали трамваи Пойдем Все Вход в голубую мечеть Свободен Места, конечно, здесь Очень красивые Но единственное Она, конечно, сейчас на реставрации Вот издалека она смотрится классно Сблизи подходишь Она вся Как Обвешана тканью Потому что идут Реставрационные работы Вот как Голубая мечеть Выглядит С стороны Птичьего полета Конечно Смотришь на Стамбул Вот Аэросъемка Очень красивая Есть Видео в Ютубе Но при этом Как бы Это все с высоты Птичьего полета И вот Смотришь некоторые места С высоты птичьего полета На самом деле Когда ты сюда приезжаешь Ты же видишь это все На уровне Человеческих глаз Всегда И, конечно, эти места Воспринимаются Совсем по-другому Но Чисто видео Посмотреть, конечно, очень красиво Я так понял Вход в мечеть бесплатный Здесь Гигантская очередь Смотрите Какая большая Думаю Может мы все-таки С тобой сходим в мечеть Посмотрим Что там внутри Сходим Все Пойдем тогда Встанем в очередь И постоим Полчасика Давай шапку Пойдем Так В очередь Мы встали в 14.05 Сейчас посмотрим Сколько времени Займет эта очередь Вот Тут смотрю Люди стоят С их свободами Он как раз Рассказывает информацию Пока стоит в очереди А мы сейчас Просто стоим На руки На руки Просишься? Давай Мы уже практически Заходим Короче Очередь Примерно Занимает 10-12 минут Это вот такая Длинная Как я показал Ну, в принципе Тут все быстро Проходит Вот Сейчас идем Вдоль строительного Забора И вот уже Вход Отмечательно Обязательно Нужно разбуться И взять обувь в руки Возьми обувь в руки Возьми свою обувь в руки Все Ну, вот так сказали Надо Идем Все Проходим Даже Все Заходим За мной Все здесь Разбутые Идем Так Реставрационные работы Проходят даже Внутри Потому что Здесь внутри Стоят заборы Так Обувь Можно поставить На полочку Давай Дашь найдем Полочку Давай В самом низу Сюда поставим Вот Да Все Пойдем Да К сожалению Мы тут зал Не посмотрим Здесь Видно Только отдельные Элементы Вот А так Она полностью закрыта Смотри Дашь наверх Смотри Здесь даже Мечети Ходят кошки Вот Люди На руки Садятся Здесь Здесь стоит Макет Я так понял Это главная Мечеть Которая Находится В Саудовской Аравии И у них Молитва Происходит Всегда В сторону Саудовской Аравии Вот Смотришь Когда Они молятся Они всегда Вот Лицом В сторону Саудовской Аравии Находятся Все Мы идем С Дашей Гулять По Узким Улочкам Стамбула Я даже Не знаю Куда мы Идем Мы Принципе В этом Районе Живем Но он Такой Густо Населенный Здесь Прям Очень Много Всего Понасстроено Смотрите Здесь Даже Классный Вид На мечеть Открывается Здесь Есть Рестораны Рестораны Кафешки Здесь На каждом Шагу Есть Какой-то Даже Базар Давай Мы В базар Спустимся Мы С тобой Любим Что-то Покупать Правильно Итак Мы Вышли На базар Здесь Куда Не Пойди Один Базар Посмотрим Продает Здесь Что-то Интересно Или Нет Понятно Это Все Базары Для Туристов Цены Здесь Конечно Такие Как Надо Для Туристов А так Вот Есть Классные Оптовые Базары Я Показываю Где Можно Очень Дешево Купить Все Вот Ради Интереса Такие Тарелочки Я Покупал 6 Лир А тут Они По 18 Я Читаю Комментарии Я Тут Хочу Попробовать Еще Вот Этот Мокрый Бургер Или Как он Правильно Зывается Мокрый Гамбургер Вот Здесь Можно Сфотографироваться В одежде Султана Ну Это Мы С Дашей Эй Ты Че Валяешься Идем Наступил На Тарелку Здесь Прям Тарелки Такие В полу Смотрите Какие Рисунки Нет Их Забирать Нельзя Они Не Достаются Ну Да Вот На самом Даша Ну Это Наверное Вообще Дети Замечают Всякие Мелочи Вот Идешь И даже Не смотришь Под ноги Особо Не смотришь Она Прям Идет И все Все Замечают Я даже Удивляюсь Как такое Может быть Даже Мы ходили К врачу Пришли Один раз Потом Примерно Через Дни 7 Или Дни 5 Пришли Второй Раз И она Говорит О Вы Постриглись Я Раз Она Заметила Что Врач Подстриглась То есть Ну Какие-то Минимальные Изменения Но На Это Все Замечает Врач Сказала Да Действительно Я Подстриглась Она Часто Людям Говорит О У У Красивые Сережки Либо У Кого-то Появились Из Знакомых Новые Сережки Она Это Тоже Замечает Я На Это Вообще Никогда Не Обращаю Внимания И Думаю Как Это Можно Запомнить Так Все Мы Уже Проходим Этот Базар И Выходим На Вот Эти Маленькие Улочки Узкие Улочки Пойдем Так Спросим Почем Здесь Продают Соки Можно Выпить По Соку Мы Тут Постоянно Их Регулярно Пьем Ну Мы Обычно Брали По Десять А Тут Он По Двадцать Фунтов Сок Ой Фунтов Говорю Этих Лир Это Два Доллара Сока Стоит Так Порезали Пять Апельсинов Наверное Из Пяти Апельсинов Как Раз Получится Вот Этот Сок Апельсинов Шп chops Из Апельсинов Шп Апельсинов Шп Шп все ну как тебе сок нормально вкусно поделишься спасибо настоящий друг все напились соком здесь опять рыжий кот кстати очень много рыжих котов здесь везде отдыхают коты и здесь кот отдыхают а здесь сок по 15 только что пили по 20 тут по 15 идем да идем дальше так купим даже сейчас красивую такую сумочку ну как это кошелек смотри какие красивые есть мечетью есть такие разрисованные каков хочешь выбирай вот такой или с мечетью нет мы сегодня вот заходили с тобой в голубую мечеть как раз голубой мечеть а такое нет на блестяще вот видишь не нравится блесяй но это тоже блестит ладно давай такой короче стоит 2 лиры такой даша очень легко себе очень легко все выбирает то что блестит то она и берет вот если с блёсточками значит круто давай перебегаем дорогу быстренько так мы сейчас выдвигаемся к нашему отелю идем наш наверно туда нам и вот куда-то по улочкам нужно будет пойти давай мне руку я вообще считаю что очень классно мы поехали с дашей потому что я не особо с ней люблю гулять на детских площадках вот только сказал про это и тут детская площадка так пойдем 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 и получается вот то есть выходишь из дома посидел на площадке потом опять домой а здесь мы с ней утром встали позавтракали и целый день гуляем по городу то есть ходьба она тоже полезно и наша постоянно ходит постоянно пьют свежевыжатые соки ну учета там едим вкусненькая параллельно вот постоянно на свежем воздухе это я считаю очень классно по поводу дианы там мне писали в комментариях постоянно пишут что алексей да как ты мог она только родила ты и оставил то есть понятно это все с ее согласие было и как бы то маленький ребенок он только спит и есть вот если она чувствует себя отлично все себя чувствуют отлично то что бы не поехать правильно идем нам сюда наверх поэтому я ее как бы в трудной ситуации не бросал трудная ситуация была бы если бы я ее оставил и с аней из дашей тогда было бы жесть потому что дальше надо сейчас очень много внимания уделять потому что она и погулять это 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 а там что они не нужно идут никакую готовить ничего не надо делать вот на тебе так мы вот проходим зону отелей здесь очень много этих отелей прям вообще отель на отеле отель на все нам туда я даже вроде как бы ориентируетесь немного и там уже скоро должен быть наш отель ты понимаешь где мы ходим в каком городе мы находимся страна как называется страна как называется Турция да а город уже Стамбул правильно молодец давай пять хотела сказать Албамья все мы уже подходим к нашему отелю вот они наши пожарные винтовые лестницы я реально смотрю и вот самые худшие номера это у нас аж на чердаке дали номер я смотрю там есть большие хорошие номера я просто еще специально доплатил горну чтобы номер типа был понормальнее они дали не в подвале а на крыше короче вообще сейчас я может подойду попрошу чтобы нам номер еще поменяли так все возвращаемся в наш номер я только что попросил верю можно его поменять или нет сказали свободных вроде бы нет номеров вот ну хотя смотрю вон там двери открыли там двери открыты на самом деле вроде бы их много свободных сейчас надо его открыть даже потому что беру у нас что вообще какая-то жесть не вещи нельзя разложить ничего ничего сделать из-за того что он на крыше находится из-за вот этого шкафчика который мне ниже моих плеч я этот шкафчик буду долго вспоминать но это для даши классный классный для тебя шкафчик так что на это прикасануете будем заканчивать это видео будем отдыхать всем желаю счастья крепкого здоровья мира и путешествий подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока пока